с момента когда мы мигнем вот прямо сейчас она уже началась здравствуйте друзья у вас снова в гостях мастер пётр и мастер ци мастер ци в определенном смысле недоумевающий потому что сегодня у нас рене магрид это художник сюрреалист живописец сюрреалист и в этом смысле для мастера ци всегда какая-то стоит непроходимая проблема дело в том что я очень люблю сюрреалистов как людей мне очень нравится их сюрреалистическое поведение мне я обожаю именно поведение дали или там кого бретона или например сюрреалиста от от парижского психоанализа жака лакана моего любимого сюрреалиста мысли но я очень не люблю их творчество например особенно мне очень не нравится сюрреализм живописи вот в этот раз для меня может быть откроется какой-то шанс появится шанс что мы сейчас рассмотрим родна магрита но я бы хотел и узнать и как он был каков он был в жизни потому что оказывается про него ничего не знаю то есть мы вот сегодня разбираем фигуру которая мега-знаковая вообще в нашем мире пост модернистикам пост 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 модернистском как хотите пост современности но оказывается что я про этого человека нечего не знаю и более того и оказывается ничего не знаю даже его творчестве на виду какие-то картины вот они в шляпах смотрите я специально практика покажу что я ее сниму потому что начну потеть все передаю слово мастеру петру начну с формальной части что я всех приветствую у нас продолжается курс живописной философии можно назвать курсом но по крайней мере цикл эта серия видео звонков артем мне от меня артему и мы первый раз брали петрова водкина 2 у нас был клод моне а сегодня рене магрид и это я напомню не случайно потому что именно 21 ноября то есть на этой неделе день рождения у этого замечательного бельгийского художника и мы как всегда будем демонстрировать экран на моем ноутбуке смотреть на произведение ведущие и самые знаковые автора и пытаться не только ввести какие-то искусствоведческие споры и вести их безусловно а еще и совершать какие-то умозаключения которые наверное уже будут лежать в области философии даже чистой артем ты видишь картинку нет ничего не вижу тебя вижу то есть а началось так ну стоит сказать что ему нужно как всегда сдвинуть вправо это стоит сказать а даже лучше сделать и булки у нас начались да но скажу вкратце о начале его жизни и потом уже буду вставлять эти биографические моменты какие-то важности именно важные факты процессе рассказа процессе обсуждения так вот родился в 1898 году то есть конце 19 века в маленьком бельгийском городе который ничем более неизвестен кроме как тем что там родился ирана магрид так он не француз он бельгийц до жан-клод ван дам собака малинуа город называется лисин и конечно наверное конечно наверное но я думаю что очень большое значение для его жизни для его творчества сыграл тот факт что в его детстве мать покончила с собой утопилась в реке и он там часто вспоминал об этом факте и в частности он приводил как пример того что он с детства верил в чудеса и в силу мысли он говорил что не понимал будучи ребенком почему все плачут если есть мертвый человек значит кто-то уж точно сможет его оживить силой мысли если очень сильно захочет но мы знаем рене магрид а как автора самых разных но главным образом конечно сюрреалистических произведений вот я буду здесь листать что-то здесь есть менее известное что-то более ужасно эротичное что она есть и папочки которые как всегда как всегда структурировал это я вот это кстати хит его очень известный глаз да и параллельно я листа я буду что-то еще добавлять так вот он пытался учиться поступил в брюссельскую академию это тоже в бельгии там проучился всего два года его раздражало что вот случился тот самый момент когда хотел снял шляпу это невыносимо пробую так вот чуть-чуть но это значит мы сейчас находимся на переходном этапе артема и шляпа их взаимоотношений так вот после двух лет учебы он не выдержал того что как он назвал учат карьеризму то есть быть хорошими художниками много зарабатывать выставляться он как мужчина на поняли был с рождения идеалистом и говорил что вообще-то дар художника это дар от бога и мы никакого права не имеем вообще как-то ориентировать свои мысли даже на вот такие практически меркантилистские цели вот после этого он пытался как-то самостоятельно действовать развиваться как художник считал что ему не нужна базовая уже там оба часть образования увлекся футуризмом но его кстати довольно мало произведений футуристических сохранилось они чем особенным я до сих пор понимаю чем футуризм отличается от нефутуризма я понимаю что футуризм это определенный такой панк в искусстве а дальше все но не понимаю чему футуризм она имеется ввиду футуризм супрематический футуризм фигуративный то есть вот это искусство по типу малевича по типу кандинского вот он пытался делать что-то такое но как бы я вот не видел тебя произведения даже не захотелось сегодня показывать они только собьют с толку об этой картине позднее поговорим добром красиво было да вот это кстати хит да вот к сам художник выглядел так только конечно нос у него был покороче автопортрет но называется не автопортрет а лампа философа он считался философом вот об этом всем тоже скажем давайте по порядку значит ну из-за бедности пришлось ему рисовать рекламные плакаты и орнаменты для обоев давайте вот к ним и перейдем он же не хотел карьеризма поэтому оба рису но вот например такое это какой-то брюссельский по моему дом моды ну такое да да то есть это еще не как не его стиль и еще дэр даже вообще никакой стиль может где-то отдаленная какой-то арт-деко что ли ну вот это вот это даже скорее арт-деко это тоже модный дом или вот так в этом всем конечно мог что-то заработать но мы понимаем что талант простаивал и в какой-то момент он знакомится с итальянским художником джорджо де кирико который им его влюбляет в сюрреализм это вот у него есть такие даже коммунистические темы например вот это плакат за сокращение рабочего дня а что-то а что это за штука в длин что это вообще за вещи я думаю это для при пряне куда верите но да у пальца надо девочкам и а вот что вот это вот ладно наверное не к тебе вопрос да да но я кстати по поводу вопроса подумал что на каких-нибудь интеллектуальных визах вполне могут показать такой плакат и спросить а вот за что этот плакат рене магрита что он собственно выражает если не знаешь французского тут надо смотреть на часы смотреть что это рабочие руки да и как раз плакат посвящен там сокращение рабочего дня но вот эти шифры к чему я сейчас говорю они очень важны для его картин меня даже есть отдельная папка где мы можем увидеть то что нарисовано а потом я буду называть заголовки этих картин и мы уже совсем другое начнем видеть где я назвал это игра игра содержимого содержание с названием например вот такой плакат так вот влюбляясь сюрреализм он значит более всего восторгается тем что полотна сюрреалистов они как бы являются отпечатком таким слепком рассудка мозга человека и это продолжает вот эту тему силы мысли которая с детства его очень увлекает волнует тема какой-то такой тайны которая в таком идеалистическом ключе им понималось если вот можно пока не перелистывать что вот именно на этом плакате возможно видно его футуристическое наследие но тогда я это чисто спекулятивно потому что это просто похоже на плакаты маяковского а маяковский точно был футуристом да ну то что называется фигуративным искусством может быть женщина еще не очень фигуративно да хотя близка к этому она коммерчески она коммерчески фигуративно потому что видимо иначе был заплакат не заплатили ну да можно хоть как-то надо показать что это модный дом что там что-то можно приодеть красиво выглядеть а все остальное мы видим исключительно геометрические формы да и даже вон мужчина который там наверное это мужчина давкать мужчины его тут ремонт трое мужчин в цилиндрах уже шляпы начались начались хотя по сути это конечно не мужчина технически это все-таки какие-то геометрические фигуры скорее одним цветом рисуются и двумя до белый черный но я имею ввиду что сплошняком этот цвет ну согласитесь они очень похожи на маяковских буржуев с плакатов да 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 но они сенсорные подробно и собственно есть бур ну да бельгийцы это все к тому к тому меру потустороннему так вот в какой-то момент он понимает что ну вот то то его жизнь которая сейчас ведется его художественный путь он находится в каком-то такому застое что ему необходимо попасть какую-то среду где бы жили и творили его единомышленники и он уезжает в париж на тот момент он уже женился в 24 года он это сделал то есть это 22 год а уехал а уехал в париж он где-то уже ваш через четыре года хотя с брюссельской галереи у него был контракт и он там что-то порисовывал даже вот можно сказать близком к стиле или даже в таком же стиле как он рисовал потом но это все еще пока ты еще раз вам показываю но все равно это было мало и по деньгам и по его так сказать желанием творчески реализоваться и в париже он попадает в тот самый кружок о котором артем уже мастерцы говорил это кружок андре бретона писателя поэта апологета сюрреализма тот самый который написал манифест сюрреализма вместе со своими друзьями тоже очень известными и там он может сказать учиться у них и философии и психоанализу и каким-то другим но в меньшей степени гуманитарным наукам но вскоре не выдерживает вот этого напора эпатажа напора того что форма для сюрреалистов является намного более превалирующая над содержанием они что напора того что они ведут такую беззаботную жизнь и такую какую-то с одной стороны да очень такую праздную а с другой стороны довольно таки нигилистку рене магрид он уже такой добропорядочный семьянин на других женщин не смотрят довольно спокоен что бельгиец что говорить ну да такой вот такое ощущение что у всех бельгийцев в раннем возрасте умерла мать ну да но тут еще важно наверно все-таки что бельгия для франции это как провинция во многом как какой-то кому-то смысле да пля парижан бельгиец любой хоть даже из брюсселя он колхозе ну в этот момент париж это же вообще я считаю центр мира вообще да вот это как бы но этот даже культурно совершенно точно однозначно так главный культурный город земли особенно в этом время это же как раз и химингуэй и все-все-все там и дали как раз ну кто не смотрел можно полночь в париже глянуть вот как раз так вот он научился всему что надо перестал значит терпеть это вот возмутительное поведение и такой французской идейный мир этих самых сюрреалистов кружка баритона и он возвращается к своей обычной семейной жизни и своей обычной своей обычной жене своей обычной жене да и но пережал он женой правда в париж и он просит даже себя последующим неоднократно это звучало не называть сюрреалистом и он даже хотя конечно в общем надо сказать что он все-таки видимо сюрреалист но он придумал для своих картин название магический реализм до который кстати в последующем очень много где в самых разных сферах искусства будет применяться даже в самых разных значениях что только не будут называть магическим реализмом театральные постановки и романы латиноамериканский да даже фильмы феллини часто называют меня вот у магрита на мой взгляд довольно мало общего с фильмами филини но перейдем давайте тогда к его важным темам в данном случае я брал не периоды творчества потому что в целом это все было одним периодом вся его жизнь а были разные темы давайте раз я говорил про точнее артем коснулся вот этих котелков и он пока еще сидит в котелке я пока еще касаюсь их да начнем с этих людей которых назвал сам магрит посредственными анонимами то есть он берет вполне какого-то обычного типичного бельгийца тех лет он одет в котелок и вот костюм манекен для манекен для костюма такой да и отворачивает его от камеры хотел сказать но от зрителя дать нас то есть он его всовывает его взгляд в глубину картину картины но иногда кстати этого и не делает и в тех случаях когда это так сейчас я например покажу ну вот такое очень известное произведение называется так и называется человек в котелке данном случае смотрит на нас но все равно моего лица не видим но тоже мы можем видеть его лицо как например на картине угроза убийства и в этот момент нам открывается страшная но может быть и не и не очень страшная но все-таки тайная то что этот мужчина это был сам рене магрит это не вольцо но думаю что здесь даже можно и воспринимать это несколько иначе всю эту игру как то что для него совершенно не важно как выглядит человек все-таки это вот здесь какие-то манекены вот именно что манекен но вот он не несет никакого характера не несет даже может быть индивидуальности он точно никакой активности не несет может быть никакой активности не несет но хотя вот в этом произведении мы четко видим функциональность до каждого да они при этом очень стабильны да они все-таки расставлены определенным образом в этом плане его картина особенно вот с этими анонимами прям супер особенно с этими анонимами напоминают фильмы шведского режиссера роя андерсона раз мы сегодня уже в кинематографии пару раз уходили вот там там прям очень сильно похожи вот эта тема мне кажется современном изводе развита что что за фильмов этот этот андерсон голубь сидел на ветке размышляя бытие ты живущий о бесконечности и песни живущий я смотрел да 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 вот то есть вот там полностью это эстетика и даже наверное диалоги она и такая застыв 6 мертвые диалоги и вот такие интерьеры ли это маски это как ни странно комедия да то есть я это ты живущий с это сама флегматичная комедия которую я когда-либо видел да вот другое известное его произведение она мало отличается от того где была птица вместо яблока но мы это яблоко должны запомнить потому что она иногда встречается на других картинах называется сын человеческий сейчас кстати очень модно это вот прилагательное человеческий после существительного ставить даже уже опять в кино если уходить то это как его модно этот режиссер бывший муж мадонны или действующий гай ричи да да он же там снял фильм гнев человеческий но есть же фильм сын человеческих а дитя вот этот фильм хороший огнев не смотрел может быть тоже хороший это человеческое очень хороший до дитя да фильмы гай ричи у него только два хороших фильма все остальные это какой-то кошмар это называется шедевр или мистерия горизонта но здесь еще название они нас не шокируют они нас не удивляют никак не может заставлять задуматься да но все-таки здесь тема этого анонимуса она гораздо ярче лицо лицо появилось это тоже лицо магрита да только здесь мы видим что он старше значит он эту картину писал уже в более зрелом возрасте это тоже довольно интересно то есть по возрасту персонажей можно понять сколько было магрит дождь из людей да это кстати возвращение наверно тему к теме обоев которые он рисовал но это классно весы карьеры это просто идеально вот это были бы идеальные наверняка есть наверняка не есть добраться даже по-моему видел где-то чуть ли не в икее я думаю уже есть и одеяло такие полотенца я забираю в таком случае свои питер идеально но есть вот парень без котелка но он тоже вот как раз самое время это сделать да так что здесь у него лежит не разглядим здесь еще интересный момент то что он смотрит в зеркало но мы видим не его фейс а наоборот спину но все-таки еще раз к ты котелки будут потому что артема очень понравится название искусство беседы да мне нравится назвать в этой картине нравится только название так ну вот давайте все таки тогда уже к играм с названиями плотную подобрались ну очень известное произведение гениальное называется влюбленная гениальное название да это у нас изобретение жизни чтобы это значило здесь но я думаю я это могу понять как богоматерь и и не родившиеся творение иисус как жизнь вот так потому что здесь голова как-то даже наклонена в бок у того кто под мантией и как будто бы это вот страдающий христос даже круто не он назвал свои картины зашифрованными мыслями и признавался что ничего такого вот а логичного что кстати для авангарда часто характерно особенно дадаизма да когда тут важно не путать скрытый смысл не очевидный таинственный и отсутствие этого смысла как например фигуративном искусстве да то есть но смысл может быть и есть но где-то за пределами картины он в акте как например черный квадрат да смысл есть но считывается не с квадрата а с того как при каких условиях он был создан какое время какую реакцию вызвал но это даже не то чтобы смысл это скорее контекст это какой-то пост текст что ли вот а в его картина картинах родная магрита он утверждал что как раз таки вот все довольно просто тоже просто но есть как например здесь искусство общения тоже называется тут внизу какая-то надпись прочитывается в общем понятно это такой по лакановски говоря истерический дискурс дискурс загадывания загадок дискурс высказывания которые необходимо расшифровывать и он нуждается в том чтобы было так мучились но при этом если есть название в данном случае она есть то можно не мучиться сразу узнать название еще раз искусство любви да ты говоришь искусство общения а вот это вот это название это тоже до искусство общения там а а что он написано что-то непонятно внизу ты видишь надпись искам из камней явно буквы какие-то там ну внизу то точно да ну тут как что можно подумать что вот люди говорят слова которые складывают из букв а смыслы которые производятся из слов они уже не совсем буквенной да они над словами это не начал но человек это всегда намного меньше чем то что он говорит чем то что рождается в диалоге в общении и тоже человек такой черный просто как какая-то функция речи я бы это так понимал и облака вот тоже обратите внимание облака они чуть ли не одинаковые на множестве его произведений и они как фон чаще всего используются как заготовки облаков у него есть да да и в этом плане его искусство довольно современное то есть она как будто бы нарисовано в фотошопе часть часть часто как будто бы она сделана под мемы под социальные сети потому что люди сказали о это гениально но нам важно понимать что он это все производилось в другое время и вот даже название вот когда я сказал что у этого же есть название кто-то мог подумать ну название его же не всегда пишут она же не всегда есть ну как не всегда когда когда он творил свои произведения не было интернета ты не мог увидеть просто картинку без названия ты видел всегда там в галерее внизу была табличка с тем как это называется там или допустим журнале может быть там тоже скорее всего под всегда подписывали до дальше это сорок восьмой год сорок седьмой и называется права человека довольно как социальная такая реклама что ли социальная критика труба которая не трубит и которая горит в этом смыслу я думаю что нет что труба как символ того что трубят на каждом углу про права человека до горения это значит ну типа но она стоит на то есть она не звучит да это не звучащая труба она стоит а никто не слышит то есть вроде как никому не пытаются да но эффекты никакого не производит вот я жуть как не люблю такие загадки честно говоря да вот как вот потому что тысячу разных интерпретаций здесь может быть да и как-то это все очень нарочито для меня назойливо не знаю это сама по себе просто красиво на самом деле вот это а предыдущая нет я не заменит как-то нет а вот это про что как ты думаешь ну я думаю что это про санта-клауса который ну там часики стоят это про время конкретно называется пронизывающее время несется и интересно что как все пусто вокруг да то есть тоже душе у магрита комната как фон как предлог и здесь вот тоже комната но она абсолютно фоновая а это вот про представителей профессии кое-какой пытаешься угадать так кое-какой профессии мы тоже пусть тоже будет игра а какая-то соломенная шляпа какой-то мешок зашитый заштопанный что-то за профессия но сложно работать бродячий кто-то но раз там пташки щебечут не знаю бродячий артист какой-то не знаю но видимо бродячий терапевт а точнее просто терапевт называется а почему мешок заштопанный что это значит ну то есть вообще что он говорил про терапию а потом впоследствии даже терапевт имеется ввиду какого плана терапевт мэра психотерапевт он очень часто касался этой темы там есть картина психолог на сегодня не вошла нашу подборку он критиковал психоанализ горел что он невероятно примитивный что он пытается свои какие-то едва пойманные выводы возвести какой-то в универсум и развивает какие-то на основе поспешных выводов новые воды короче демагогии кстати с ним частично можно согласиться иногда когда читаешь фройда впечатление ровно такое но не все это и он это говорил в период получается истинного хайпа психоанализа то что сейчас это какие-то там огрызки отзвуки того что было в начале двадцатого века по поводу даже в первой половине наверно по поводу психоанализа мешок с какими-то тайнами может с такими же птицами вот в клетке они сидят и в принципе они клетка она открытая не закрывается то есть я сейчас пытаюсь вспомнить если не если не ошибаюсь в начале своей карьеры фрейд говорил что фройд правильно что бессознательное напоминает закрытый мешок по моему так потом он уже отказался от всего этого да потом лакан вообще развил эту историю что бессознательное это просто текст но вот в то время как раз вот такая вот штука раз и позиционе полакану это надписи на мешке надписи или про мешок надписи про на полакану получается надпись что бессознательный это мешок и то есть бессознательный а тема надписи у нас сейчас следующая пойдет потому что она магрита очень ярко звучит это 1 мыслителя даже правителя скорее он изобразил какого-нибудь марка антония нет правитель просто похоже на рим да да но это цирон а ну не правил такой можно ли правитель мысли у него такое одеяние какой-то и вот он изрекает стоит и изрекает ну и причем очень похоже на пушку ну какая-то такая пушка унитазная да а кто играл в зомби против растений помнит что там именно так выглядят головы вот этих пыляющихся растений культовая игра есть так они не видел мои дети играли вот-вот и как будто бы реально прямая отсылка там ну да и здесь они унитазность есть ну цирон же таким и был в общем вещающим унитазом ну чё по чё по надписям но давайте начнем самого это как бы да это прям на мой взгляд это вершина вообще и магрита и может быть вообще к культуры 20 века это внизу написано это не трубка да сиси не спал не по-сиси не по-английски трубка тут понять кстати вот в надписи не всегда на французском один раз только я sky видел может по-французски тоже так пишется не знаю то есть тут какой-то региональный у него получается компонент либо еще тогда английский язык такой вес не приобретал что нужно для французов же все таки он как-то напыщен ой напыщен господи напитан французской культурой для французов же не выносим английский язык и они все таки он бельгиец тоже надо принять про эту трубку ну естественно там сотни интервью он давал и в одном из них сказал что а почему вы считаете что я соврал что я эпатировал что что-то шокирующее написал там внизу я всего лишь хотел подчеркнуть что я живописец я нарисовал трубку но вы можете ее начинить табаком то какая же эта трубка сам самый глубокий смысл вообще философским же сена на поверхности он же всегда ближе всего это действительно не трубка это рисунок трубки вот такой вот простой философский смысл он заложил эту фразу такая игра с означающими это просто знак обозначающий трубку но это не труда и в этом смысле он наверное уже здесь отходит от сюрреализма да это точно не сюрреализм потому что сюрреализм вот мы не сказали с артем что такое сюр сюр это сверх это над реализм то есть такое реализм который вот как мы брали допустим вот здесь вот это я еще не показывал да например да вот то есть здесь существует определенная реальность какая-то вот в этом изображении да есть реальные объекты трава там небо вода глаза человеческие губы накрашенные помадой потом вот эти как называется с бус бусинки бусинки да точно какой-то внизу как под покебол вообще шар какой-то непонятно да тем более тогда да еще покемонов не было и все узнаваемо но она так в одном месте так присутствует так нарисовано что это не реализм то есть это не реальность да а что-то другое но вот если мы говорили про клода мане что он создает свою реальность обрабатывая действительную то есть социальную реальность или например петров водкин тоже вон в своей реальности он отсылает к реальности глобальной к реальности там христианской то здесь мы видим скорее вскрытие этой реальности то есть оборотный показ оборотной стороны то есть не форм реальности не внешнего не того что можно увидеть глазами а то что находится внутри да за изображением то что находится в начинке что ли видимого мира как бы за занавесом в реальности да то что невозможно как-то иначе представить кроме как вот нарисовать или даже даже в речи это будет более как-то реалистично в буквах на звуках ну то есть по факту это в общем сновидение да которая выстраивается они же все страшно любили сновидение сюрреалисты которая выстраивается именно из элементов повседневной реальности но несет какой-то иной смысл и выстраивается в очень таком своем своей какой-то логике да или вот здесь например с булками тоже все ну и довольно реалистично с некоторыми тогда по погрешностями то есть мы угадываем булку вот эти бетон и каменные как стены с белого камня там тоже вот пейзаж там звездное небо но булки не летает предельно упрощенная все предельно схематизированы ну да хотя вот ну камни прописаны довольно неплохо просто что мало у элементов поэтому упрощенно как-то тогда вот это именно вот модель когда но булки не летают то есть он не хотел показать красоту булки совершенно точно не хотел показать красоту вот этих стен и или природы или сочетания там одного с другим в отличие кстати кстати от того же петрова водкина до который в цвете в этих в перспективе показывать как одно с другим чисто визуально сочетается здесь не визуальное сочетание здесь сочетание именно смысловое смысловое да да но я возвращаюсь к трубке вот в данном случае тоже есть какой-то взгляд за трубку до взгляд в ее суть трубки через вот эту живопись но называть это сюрреализмом или магическим реализмом все-таки будет наверное неправильно это что-то друг да это точно не то это что-то иное и это вот мне кажется максимально близко как раз к психоанализу здесь уже ног психоанализ такого лакановского извода и пожалуй я здесь с тобой почти не соглашусь не столько как это отсылает за трубку к самой трубке сколько сути трубки сколько это скорее отсылает за надпись к сути надписи или за привычное восприятие живописи за живопись до даже данном случае мы имеем дело не живопись скорее да а живопись плюс какую-то логику логическую философию какая-то что ли даже в этом есть как компонентность такой вот как называется дидактическая что ли какая-то вот поучительной что мод прочитав что это не трубка поняв что действительно не трубка изображение трубки можем чему-то научиться это как какая-то иллюстрация в учебнике может быть даже как плакат как плакат скорее да это очень похоже на плакат а еще здесь прям так и тянет сказать знаете когда вот какой-нибудь абсолютно тупой но с презент ну например там фильм например мирный воин да вот какой-нибудь такой фильм не дай бог не смотришь конечно но просто вот откроешь его и смотришь что люди комментируют они обязательно напишут фильм со смыслом заставляет задуматься это вот штука очень похож продолжаем там там еще какая-то трубка и видел да есть а да да это все будет вот как раз здесь на английском это важно это не яблоко да а внутри там так мелко и на французском но там явно есть фамилия магрид сиси не по это не магрид непонятно при этом не магрид это все изображение не магрид или вот этот человечек не магрид ну она так вот под под этой птичкой до которая вот там вот в этой клетке что это очень здорово здесь играет да это надо после трубки обязательно показывать конечно это не магрид там есть . это не магрид и яблоко точно такое зеленое очень остроумно астроумная живопись это точно не про сюрреализм сюрреализм не бывает остроумием какой-то другой на мне кажется в этом смысле тайна никак не сходится с остроумием это вообще разные какие-то полюса ну на тайна что такое трудно постижимо если реальная тайна как эзотерическая что остроумие это сугубо то какой-то рациональный интеллектуальный опыт скорее иронизирующий так опять это не посмотрите кто бы мог подумать да но только уже на английском и в чем еще отличие другая она ну другая другие цвета так то в общем но в чем отличие я не видел никогда белых мунд штуков я не знаю из чего этого сделано для неважно совершенно и вот этот самый sky а это небо а это небо это не небо а это небо и опять же в это какой-то непонятной комнате зачем она но он не может их просто повесить и прямо вот она так это сделано эта комната прямо две панельки плинтуса прямо так с такой тщательностью сделаны господи ну что что делаешь хорошо ладно ну или вот а что они говорят ли пьяна в этот виолетта что у нас виланчелли скрипка пьяна пиа пиа было бы виолин до фиолетовый фиолетовый цвет ну ладно бог с ним не знаю может и правда и небо они как будто на балконе вышли покурить и пригнулись присели присели на картах и вот они общаются друг с другом какими-то такими дубинкообразными фаллическообразными штучками сколько нас времени осталось времени у нас осталось ну что-то 10 минут тогда мы еще успеем коснуться его женской темы и для него натурщица всегда выступала его жена и на мой взгляд так часто встречаются женские образы и голые тела женские что к тоже это значение приобретает особенно его творчестве не стоит это мимо проходить а шахматные фигуры кстати тоже такой нередкий элемент вот от них какой-то эротикой прям видит гораздо больше чем от кусочка его жены до самого начала карьеры он вот эти шахматные но это даже не шахматные фигуры это как какие-то брельеф или как стелла это называется но они очень похожи на шахматы уже как будто бы пешки балясины похожи на да да что-то такое пешки или ферзи что-то такое так слышно этот звук у меня тут перфоратор заработал где-то нет вообще про звук который женщина производит в этот звук слышен друзья мои напишите в комментариях что она говорит вам это его жена тоже кусочки у жены какой-то да да но она тут внешне похоже а я вот подумал что это вообще такое тоже супер современная даже может быть не то чтобы 2000 там 20 21 год 22 ближе к 70 80 годам к расцвету жанра триллеров ужасов вот хичко выглядит как афиша фильма на сюрреализма на магрита слабо похоже пожалуй всех картин что сейчас показывал самое нехарактерное как здесь и тень есть и фон однотонный но это не небо да но при этом синяя стена плакатный да тоже так вот такой афишный афишный да какой-то ну прямо от него веет какой-то рекламой коммерции да ну такая женщина у него есть называется наводнение смотрю трубу он не оставляет в покое да причем в том же самом положении абсолютно наводнение интересно да если посмотреть на эту руку женщины это во-первых рука как это ну то есть она не не принадлежит и она и на мужская по моему да ну такие же мужские руки были у его жены читающий книгу а вот она явно больше вот то есть это что это наклоненный а да 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 точно массивный бельгийские такие руки как будто бы она брюссельскую капусту выращивала и брюссельский шоколад там а ну-ка залегла на дно в брюге как будто а смотри-ка руки правда большие у нее ну и как-то и груди меньше чем по крайней мере меньше чем хотелось бы я это и хотел сказать ну и у него здесь и голова чуть больше пропорций нормальных буду через какая-то перспектива присмотреться как будто их сверху вниз фотографируют да 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 там ноги уплывают ну и здесь он у него есть такая тема там в разном лежит вот такое вот я показывал уже уже вот как он рене магрид что-то пишет это он смотрит на яйцо и видит в нем воробушка да 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 ну там условно воробушка и название проницательность мне кажется по этому названию очень легко понять что он думал о своих произведениях что он видит нечто чего не за за скорлупу да он видит то чего он не видит в этом идея да 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 то есть за скорлупу и в плане того что там внутри скорлупы и плане того что там будет в будущем до из появится из-за скорлупы так про анонимов сказали про женщин сказали про игры с названиями тоже нас остался уродливый период но в конце наших это надежда у меня вот единственная надежда что я как-то развлекусь и честно говоря вот как я и боялся я умираю от скуки примагрите но это что-то такое вода он еще так вот на показ эту скуку выставляет с этими своими плинтусами абсолютно дохлыми безжизненными такой человек с мертвой матерью типичный ладно когда шла вторая мировая война он что-то вдруг пришел попробовать себя в импрессионизме хотя импрессионизм тогда не то чтобы модный был уже сороковым годам и часто критики называют этот период уродливым хотя он в этот уродливый период рисовал тоже более типичная для писал более типичная для себя ну вот например такое то ну кстати сказать это он не нравится уродливо я про то что ты говорил до этого я мне вообще не скучно но это мы сейчас финале тебе не скучно смотреть на эти плинтуса убивающие нет но вот здесь прям в веселье здесь прям карнавал наконец-то у гранул и груши класс но это где-то дать импрессионизм конечно не клодман и вский но и ван гоговский но сервис да 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 скорее ван гоговский но сюрреалистические элементы здесь абсолютно четко угадываются это конечно главным образом груша которая гола вместо головы у человека потом ее второе как бы как отражение что лет это зеркальность до которую мы сейчас видели у магрита зеркало это же не только отражение это еще и возможность как раз таки ну заглянуть туда куда доступ обычно закрыт да то есть если бы не зеркала мы бы себя никогда не увидели фотоаппарате тоже конечно используется система зеркальная они называются как назернал называется вот 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 этот момент да ну какой еще ну наверное вот эти руки которые какие-то узнающиеся руки же руки базуки тоже очень современный магрит вот мы петрова водкина вот попробуй его вставь какие-то современные контексты сюда кстати а могли прямо на раз два три вставлять почему а почему почему сферилизм видимо такая штука да не при непреложное свойство тот же самый далее вот если доживем доживем до дали если дойдем до нее то посмотрим ладно у нас времени очень много поэтому предлагаю ускориться но вот импрессионизм да да опять же сюрреалистические или как он называл свое творчество магическое реалистическое но тогда вот жаба да она создает прям вот вот сразу как-то приятно того что неприятно становится хоть какое-то вот какое-то ощущение наконец-то на спине у красивой там плавные женщины сидит жаба это как-то уже уже вот хорошо спасибо а вот здорово мне нравится уродливый период магрита нравится такая это же только по технике в основном отличается ну какой-то такой очень вот ну типа вот как будто бы знаешь вот маниакально депрессивный период сменился в стадию мании они из депрессии я понимаю что ну как бы человек другого темперамента чем я и чем нет требовать от него но тем не менее да вот смотрите как здорово рот лобок прикольно прикольно павел лобковский изнасилование лобковским лобковского очень кучерявая фамилия орлики новая жена же по рукам узнается как как образец тоже его уродливого периода показать типа вот этого прямо совсем уродливо что это за цвета разные тоже явно перекличка идет со спящей венеры не помню кого времен там возрождения она же вот так же там лежала прям вот тоже самое все ложе такое не помню чья тициана что но кстати у нас по моему же голубой синий отличаются в языке у нас радуга семи цветов а в других языках по моему она 6 до или как-то или там используется что-то там какая-то другая другой прикол здесь 6 цветов до голубой синий то там blue и blue да там дип-блю и ну как бы да но это не считается и дип-пепл так ну что касательно творчество умер он там 69 лет я думал такие люди живут очень долго не удивлен как бы тоже немало вот 69 немало ну ладно 69 одно из значит его не характерных тоже которая бы хотела показать произведений наверно сама это вот это часто она ставится ну там на самом деле было несколько прям серия вот таких вот она мне кстати очень нравится почему-то я еще пока вот из-за фонаря этого что-то такое очень потаенное вызывает сразу в душе и как-то хочется замереть и прямо вот 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 как мы тогда говорили про мане хочется как-то уплыть в эту картину принцип какой здесь он берет как бы ночные улицы европейских городов и рисует все как обычно какой-то стиль но это не или конечно не реализм не импрессионизм какой-то мультяшный вот очень на мультик похоже на фонаре анимализм этот аниме как миадзаки да да что такое сейчас он запрыгивает фонарь такой чпокс 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 да да а наверх кидает яркое светлое дневное дневное полуденное небо называется империя света уже ну по-хорошему в общем наверное серьезной натяжкой поправкой сюрреализмом это можно назвать ну да ну только очевидно что какой-то вот он другой здесь то есть они же сюрреалисты что делают каков их основной ход да вот это я так понимаю бретон андре бретон он это и придумал ли андре бретон не помню кого правильно что совместить две несовмещаемые вещи самое простое когда людям объясняют что такое сюрреализм самым даже далеким от искусства говорят это сочетание несочетаемого например человек с крыльями но в людей нет крыльев с человек рядом лев лежит какого черта или здесь например но проникает в трубку но как бы так как у нас проникающий в трубку в этом есть что-то такое вот детская из детских фантазий да когда они вот ребенок начинает думать а что если бы было вот так а вот бы а вот интересно а нос в трубку может залезть что-нибудь такое да там фрейд бы конечно назвал там инфантильная сексуальность все дела но это бог с ними но я имею ввиду здесь вот есть что-то хоть более-менее живое в самой этой вот идеи у него у него и подпись вот я пытаюсь найти его подпись она довольно такая инфантильная он магрит видите да да мне очень нравится вот это тоже на плакат похоже да называется гнев богов гнев богу тут бы написать гнев богов какой-то вот здесь призыв к действию какой-то прям просится на социальную рекламу похоже заказывает окна роста чуть ли не на рекламу скачек типа приезжайте к нам вот да да или а догони свой век до займись инвестициями ну да да а вот это вот счет далиевская уже то очень похоже на дали правда очень и опять же это пешка зеркало там да стоит в я думаю дожать море на все мастер петр нам пора у нас буквально минута осталось на выводы что ли даже поспорить не успеем не в не успеем у нас по минуте на каждого до 50 секунд ну что я хочу сказать что мне живопись рене магрита нравится я вижу в ней некоторую игру с реальностью которая всегда производит больше эффект да тут и производит эффект сочетания элементов так называемый кумулятивный эффект когда мы от сложения получаем больше чем слагаемые дают друг без друга и мы получаем больше не только в объеме содержания но и вот в том вот в объеме смысла и для меня магрит и сюрреализм или магический реализм как он себя называет это в первую очередь это прежде всего именно возможность для нас для меня посмотреть внутрь смыслов за оболочку и путем даже часто сочетание с изображения там с названиями картин с подписями внутри картин с какой-то игрой несочетаемого с используем каких-то известных образов с какими-то что ли менее известными менее шаблонизированными с вот этим постоянным перемешиванием элементов там зеленым яблоком с облаками зеркалами которые у него путешествуют из картины в картина я получаю какой-то такой вот ну слепок реальности который что ли вот при том что является продуктом какой-то сложной такой игры какой-то фантасмагории даже что ли каких-то метаморфоз является при этом чем-то очень структурным таким именно тканевым чем-то что лежит в основе восприятия в основе реальности в основе философии даже наверное а может быть даже в основе живопись это вот фундамент всего что я назвал хорошо все у нас уже нет времени буквально пару слов скажу мне не нравится что у него некрасиво я так скажу да мне очень красиво вот эти две надписи это не трубка это не магрит это красиво в нем есть красота смысла и красив уродливый период остальное мне вот к сожалению некрасиво друзья у нас закончилось время на запись нажми пожалуйста остановить а я